Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс и в этом видео хочу рассказать вам историю о том, как мне не удалось приобрести консоль Xbox Series S. Расскажу, где я все-таки нашел, почему не удалось приобрести, затронем тему перекупов, ну и так далее. В общем, смотрите ролик до конца, он будет интересный. Как всегда, перед началом видеоролика ставь лайк, подписывайся на канал и ловите промокодик на подписку Кинопоиск HDMульти. Промокодик даст вам бесплатно 60 дней этой подписки и в данном сервисе вы сможете найти кучу фильмов. Плюс к этому же вы получите много всяких приколюх от Яндекса. В общем, промокодик как всегда в закрепленном комментарии под видео и давайте начнем. Начнем с того, что прошло уже как два месяца с начала этого года, но нам с братом не удавалось найти Xbox Series S на просторах официальных розничных сетей. Поскольку все-таки дефицит консоли и каким-то боком консоли достаются либо перекупом, либо почему-то имеются в наличии у сторонних магазинов и не совсем у официальных дистрибьюторов. Ну и самое фигово, что это все за повышенную цену. Кстати, напишите ваше мнение по этому поводу. В итоге пару дней назад я сидел на работе и думаю, а да я зайду в какой-нибудь интернет-магазин и гляну наличие консолей. Не поверьте, но я нашел Xbox Series S в DNS, можно было купить без какого-либо предзаказа и предоплаты, но все, капец, как повезло, подумал я. В итоге проскочила такая мысль, что сейчас оформлю, брат пойдет, потом оплатит и заберет. Если вы вдруг не знали, то за Series S платит именно он. Да, ну потому что он проиграл. Вообще Series S, она нужна нам по сути ради теста игр, ради контента, обзоров и так далее, и для того, чтобы просто вместе играть с братом. Ибо ему уже не хочется сидеть на 1S или на FAT и типа ему такое себе. К хорошему, короче, очень быстро привыкает. В итоге я ее зарезервировал, сказали, что буквально завтра она приедет после 2 часов с чем-то дня, и я стал ждать. Кстати, по сути об этом все, мои подписчики в НС уже знают, поэтому если еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех вот таких вот событий. Несмотря на то, что в ДНС ничего не осталось, мы с братом все же сумели урвать Xbox Series S без предоплаты, просто предзаказ на новый, ну на магазин, предзаказ, вернее, заказ даже. Вот не знаем, привезут сегодня или нет. Короче, настал тот день, и как вы догадались, Xbox Series S мне не приехал. И в течение дня просто мне позвонили с ДНС и рассказали вот такую вот ситуацию. Мол, мой заказ каким-то чудесным образом не появился в наличии, хотя я бы его никак бы не смог зарезервировать, если бы его не было в наличии. И прикол еще в том, что я чекал после своего заказа еще раз, и там была информация о том, что будут после обеда и так далее. Плюс на сайте писало, что в некоторых магазинах он есть, короче, послушайте, что она говорила. К сожалению, у нас нет данной позиции, которую вы заказали, в наличии. Так я же зарезервировал. Но, к сожалению, не поступили, нету с наличии. Вчера на сайте было указано, что завтра с 12 до 30 еще будут эти самые. Я могу вам заказ оставить, то есть, как только поступит данная позиция. Хорошо тогда, Сан, хочу, что для вас отказали. То есть, мне не ждать до ближайшего времени? Пока что, да, нету в наличии. А почему, например, вчера вечером они были еще, у вас можно было еще сделать заказ? Ну, в любом случае, их ограниченное количество пришло, и вот когда они приходят, стоит резерк от человека, который ранее сделал заказ. Нет, смотрите, я согласен с вами, если, например, они вышли из наличия, да, человек пришел, выкупил, у меня по наличию нет. Ну, я зарезервировал, мне сказали, что вчера должны привезти с 14 до 40, ну, после этого времени, а в итоге вы звоните, говорят, что не привезли вообще. Ну, пока что их вообще нет в наличии, в принципе. Ну, а это как связано, с тем, что выкупают, или с тем, что, я не знаю, на сайте какая-то ошибка? Так же, как и вы, заказывают люди товары, просто призеркают по человеку, который ранее заказался. К девушке нет претензий, она выполняет свою работу, но система очень странная. Мол, ты сделал резерв, а по наличию якобы не оказалось. Хотя я даже прям сразу после ее звонка побежал на сайт DNS, это, считайте, даже после двух дней моего резерва, и Xbox Series S якобы там был в наличии в одном из магазинов. Я хотел и сразу же позвонить обратно, но после двух-трех перезагрузок страницы браузер, консоль снова пропала. Увы, короче, я не стал ругаться. Но самая интересность в том, что я не зря вам говорю, что видос смотрите всегда до конца, заключается в том, что меня в инсте, когда я выложил пост по наличию в инстаграм, предупредили заранее о том, что это частый случай с данным магазином, и что мне, скорее всего, вот так вот позвонят и скажут, что твою консоль либо окупили, либо произошел сбой. И, как вы понимаете, ситуация подтвердилась на все 100%, точно так, как мне и говорили. Кстати, если вдруг кто-то не знал, то в начале марта, буквально пару дней назад, Эско все же появилась во всех официальных магазах, в ограниченном количестве, можно было забрать только по предоплате, но все-таки консоль чутка появилась. Разобрали их крайне быстро, но в некоторых магазинах они висели около 2-3 дней, и иногда количество пополнялось. Можете, в принципе, палить по наличию, мало ли что-то осталось на этот момент. Консоли, если что, я видел на Озоне в некоторых регионах, в МВидео и в Эльдорадо. Xbox Series X я, к сожалению, не наблюдал вообще. Вообще, мы были нацелены изначально на то, чтобы взять все-таки Эску именно в МВидео, ибо у нас там накопилось нормально бонусов, но, к сожалению, к дате они все еще не спели прийти, так бы заказали сразу же в МВидео. А попробовали заказать в ДНС, так как она в первую очередь появилась именно там, так скажем, метнулись, чтобы не упустить этот момент, но после сложившейся ситуации мы что-то вообще перегорели желанием брать консоль именно сейчас и без какого-либо скидона. Поскольку ситуация получилась такой себе, ибо был резерв, потом его не стало каким-то образом, это, знаете, повезло, что мы еще не оплатили онлайн, так как если бы мы оплатили, это, считайте, мы сейчас сидели бы и без денег, и без консоли. Короче, пока мы приняли решение, что консоль возьмем как-нибудь в другой раз за бонусы и чтобы не париться вообще. Обидно ли было? За себя? Нет. А вот за ребят, которые действительно хотели купить консоль, не дай бог оплатили и не получили консоли, сидят без игр, так как продали старое поколение, да, обидно. Поскольку сами догадываетесь, что вся эта тема не такая чистая, как хотелось бы. И в той истории, которая гуляет по интернету про видимость консолей в пользу перекупов в некоторых магазинах, мне показалась правдивой. Опять же, напишите ваше мнение по этому поводу в комментариях. Также интересность заключается в том, что по многим историям, консолей нет в большинстве случаев именно в России, в Латвии, еще где-то по информации наших подписчиков, консоли есть, и они даже в свободной продаже, заходи, бери. Про цену единственное не знаю, но как-то так. Если рассуждать о том, а стоит ли вообще переплачивать перекупом, нет, нет и еще раз нет. Я очень надеюсь, что ситуация нормализуется в скором времени, такой вот непонятной гичи станет меньше, и все желающие спокойно придя в магазин, наконец-таки смогут себе купить то, что хотят. Да, я понимаю, что каждый пытается заработать так, как может, но как-то это все бредово, что ли. Короче, если вдруг у вас была подобная ситуация, напишите о ней в комментариях, где брали, что произошло и так далее. Не забывайте ставить лайки для поддержки видосов, ну, чтобы жумбек не грустил, и подписывайтесь на канал, если видос вам понравился. Большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok